Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная Лампа». Её ведут сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. У нас в гостях певица, актриса, очень интересный человек. Актриса Рижского театра русской драмы Вероника Плотникова. Ника, здравствуй! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот очень интересно, ровно два года назад, конкретно в середине мая, Ника была в гостях в нашей программе «Зелёная Лампа». И тогда был сюжет, наверное, один из самых таких вот трогательных и важных. Буквально спасли тогда человека. Мальчик Дима Фёдоров из Даугавпилса. Это та громкая история, когда мальчик в новогодний вечер попал под поезд, и остался без ноги. Ему нужен был очень дорогостоящий современный эндопротез, который ему делали в Германии. И вот тогда Ника была нашей гостей, и за неделю мы собрали 38 тысяч евро. Это сумасшедшая цифра, да, 38 тысяч. И потом, через какое-то время, мы встретили Диму и его маму, они приехали в Ригу, он уже на своих ногах пришёл. Это было невероятно просто, вот все плакали. Мы стараемся обязательно рассказывать о каких-то итогах того, к чему мы вас призываем. То есть мы просим вас, давайте поможем кому-то. И через определённое время, когда уже ребёнок поступил в клинику, или вот он проходит реабилитацию, или там пришло очень важное, дорогое лекарство, мы обязательно сообщаем об этом на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» и на страничке в Фейсбуке «Зелёная лампа». А сегодня актриса и певица Вероника Плотникова вместе с нами включают «Зелёную лампу», чтобы помочь девочке, которой 17 лет, 17-летней Диане Крауклы. Диана учится в 10 классе, она почти что с рождения, у неё диагноз ДЦП, детский церебральный паралич. И вот представьте себе, 17 лет – это возраст, когда мечтать, влюбляться, радоваться, строить планы. А у неё каждый день, она, конечно, тоже мечтает, но у неё каждый день проходит в борьбе, буквально в тяжёлой борьбе за каждый свой шаг, потому что у неё очень серьёзные проблемы с движением. И за это время вместе с мамой они очень провели огромную работу. Диана пересела, она встала с инвалидной коляски, она ходит своими ногами очень медленно, и тяжело ей каждый шаг даётся, но она ходит потихонечку, но очень нужны ей специальные артозы, да, для ступней ног, и поддерживающая мускулатуру тела, компрессионная одежда с пио. Это вот очень специальные такие приспособления, без них она не может ходить. И те, что ей были заказаны 2 года назад, уже стали ей маленькие, с 15 лет уже прошло 2 года, сейчас Диане 17, и ей очень нужны новые артозы, и новое – это компрессионное боди. Без них она буквально ходить уже не сможет. Это всё можно заказать в Германии, в специальной клинике, куда Диану уже записали. Через какое-то время она должна там быть. Но вот вопрос, как всегда, в деньгах, потому что стоимость всего вместе – это 5500 евро. В семье нет таких денег, и семья очень просит помощи. Телефон 93006384 работает сегодня для 17-летней Дианы. Стоимость звонка – евро 42 цента. А в жизни Диана очень милый, очень такой светлый человек, очень старательная, очень ответственная, очень доброжелательная. И, конечно, 17 лет – это такой для девочки период, когда-то какие-то романтические мечтания, какие-то интересные. Хочется, чтобы в жизни с тобой происходили разные интересные вещи. И вот в гостях у нас актриса Вероника Плотникова, олицетворение как раз образов в театре каких-то таких романтических. Ника. В этом году вы блистали в двух музыкальных премьерах. Это «Моя прекрасная леди» и буквально на днях «Граф Монте-Кристо». То есть у нас такой информационный повод, очень хорошая премьера. Поздравляем сразу, поздравляем. Спасибо. Отзывы прекрасные слышно. Расскажите, пожалуйста, еще мало кто видел этот спектакль, еще у рижских зрителей все впереди. Расскажите, кто вы там и вообще об этом спектакле какое? Такое неблагодарное дело рассказывать о спектакле, как-то хочется уйти от того, чтобы рассказывать просто содержание. Свои ощущения. Свои ощущения. Они настолько разные, настолько какие-то взаимоисключающие, потому что это наша работа, и все открывать даже и не хочется. Но в любом случае мы получаем огромное удовольствие от этой работы. Сами актеры. Потому что мы репетировали, мы не уходили. Даже Сергей Анатольевич Голомазов, режиссер, он сказал, что я почувствовала себя как в училище, как в театральном училище. Как со студентами. Да, как со студентами. Потому что никто не уходил. Все возвращались, вот отыграли свои сцены, возвращались в зал. Смотрели, подсказывали, что-то советовали. Иногда это доходило уже до того, что он уже говорит, и так, ну все, 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 хватит, хватит, хватит. Но всегда вот такая атмосфера очень. Очень творческая. Да, творческая, но это у нас в театре. А сколько, как долго вы работали над этим спектаклем? Первый раз вообще идея, мне кажется, родилась очень давно. Год тому назад у Даны Юрьевны Бьерк. И где-то год тому назад, да, в первый раз вот появилась эта идея. Дана Юрьевна Бьерк – это директор нашего Рижского русского театра. Да. И вот это первое упоминание об этой постановке, о музыке Лоры Квинн. Ну вот, да, она вот привезла из Москвы, по-моему, она смотрела. Какой-то другой спектакль она смотрела тоже с музыкой Лоры Квинн. И вот эта идея вот пришла ей в голову. Ну вот надо отметить, что именно Вероника Плотникова была звездой мюзикла «Кэрри». Это был еще 2000 год. И с этого мюзикла началось творческое сотрудничество нашего театра русской драмы тогда с Раймондом Паулсом. Вот расскажите, как вы познакомились? Вы еще такая совсем юная начинающая актриса, и тут вообще сама эстр. Ох, ну было, конечно же, страшно. И получилось так, что мы сначала разучили все песни, начали репетировать драматические куски. И только уже где-то за... Это очень долго продолжалось, потому что это была очень серьезная работа. Это первый наш мюзикл в театре был. Поэтому очень подходили к этому очень серьезно. Ну там за три месяца начали репетировать, чего, в общем-то, никогда не бывает. Ну два месяца – это предел. А тут мы, по-моему, даже за полгода мы начинали петь. Потом мы показывали маэстро, как мы поем. Вот это мы все делали. И потом наступил такой момент уже перед премьерой, где-то за 20 дней, когда мы вот увидели маэстро на репетиции. И я очень действительно волновалась, думаю, что он скажет. Коленки дрожали? У меня не коленки дрожат обычно. Хотя нет, да, вот, кстати, потом расскажу. Недавно на премьере вот я этого не замечала, но там у нас такие кубы в оформлении. И жена одного из артистов, она как раз сидела на третьем ряду, и она говорит, я увидела вдруг, как вот Ника села, и вдруг как у нее трясутся коленки. А я даже уже не помню, что у меня там трясется. Ну вот она, это, знаете, вот как-то все равно. А как удается? Страх преодолеть. Ну никак, вот так и никак. И маэстро вернемся к истории. И маэстро, да. И первый раз я его видела вот на репетиции, он нам играл, мы пели. Я все очень волновалась, что же он мне скажет первое, как я там, что сделала, спела, сыграла. А первый вопрос, который он задал, говорит, у вас платье какое будет? Красивое? Вот это самое главное, чтобы красивое платье было. И у меня как-то отлегло, думаю, ну, за платье я не переживаю. Особенно, значит, все остальное как бы нормально. Но я помню этот вопрос. Платье-то красивое будет, нет? Это очень важно. Ну и с тех пор с маэстро разные проекты были, да, совместные? Да, да. Вообще, Ника, вас называют любимой актрисой Раймонда Паулса. Потому что, вот давайте напомним радиослушателям, они же у нас, конечно, зрители нашего театра. Какие у вас вместе с Раймондом Паулсом были работы? Это вот начали вы с сестры Кэри. Сестра Кэри, да. Каберия, Ночь Каберии. Ночь Каберии. Концерты. Это то, что тоже нас очень грело и нам очень нравилось. Концерты с маэстро. Соло для актрис с оркестром. Старинные часы, по-моему, еще была такая установка. Что еще? А, Кентервильское привидение. Прекрасное. Сейчас идет, вот как раз во вторник будет, спектакль по стихам Аустрис Куини. Такой блок маэстро придумал. На свою музыку стихи Аустрис Куини. Это поэтессы, очень известные в Латвии, среди латышской публики. И сделан Ольгой Петерсеном был перевод на русский язык. И вот такая у нас программа музыкально-поэтическая. Ну, это такой музыкально-поэтический спектакль. То есть вы практически 19 лет вот в этом таком плотном творческом... А еще Одесса, город Колдовской. Одесса, город Колдовской, да. Маэстро же на сцене. Я думаю, что если мы еще посидим, то это еще за спом. А вот можно спросить, то есть вы любимая актриса Раймунда Пауса? Мне так страшно становится, когда я так говорю. А у вас какая любимая, не обязательно может быть связана с вашими центральными постановками, а вообще в принципе, любимая какая-то композиция, мелодия Пауса? О, у меня таких много. Мне нравится... Мне нравится все. Потому что его музыка, она заставляет меня чувствовать то, что я... Почему вообще, мне кажется, в актеры идут? Это заставляет тебя переживать. Это заставляет тебя испытывать такие чувства, которые в жизни, слава богу, иногда, и ты не чувствуешь. Вот это вот самое главное. И эта музыка, она заставляет меня переживать, она заставляет меня плакать, она переворачивает мне душу. И мне ее очень нравится играть. Поэтому я не могу даже выделить что-то одно, потому что... Это мир Пауса. Это мир, да. Это действительно целая планета. Там убрать какую-то композицию, песню. Поэтому мне нравится чувствовать любую песню. Мы можем сказать, что Раймонд Паус – любимый композитор. Да, это однозначно. Вот как совпало, да, совпадение. Вот знаете, если мостик провести к юной героине нашей программы, мы всегда думаем, как совместить разные темы. Очень легко они совмещаются, как правило. То есть мы рассказываем о 17-летней девочке, Диане, которая тоже очень любит музыку. Вот сейчас Ника говорила, вот так мне перед глазами Диана стоит. И мама нам давно уже рассказывала про нее. Мы знаем, эту девочку уже где-то года два. Или три, наверное, да. Видели, как она росла. И вот Диана с детства, она очень добрая девочка, всегда была и сейчас, на горько плакала, когда слышала песню про мамонтенка вот эту вот. Да, даже просила, чтобы на диске ее прокручивали, потому что не могла ее часто слушать, она переживала. А когда подросла немножко, она очень полюбила, мама говорит, «Сороково симфонию Моцарта». И вот постоянно ее слушала, слушала, слушала. Откуда у ребенка это, да, вот? Вообще вот эти детки, которые обделены в своем физическом состоянии, здоровье, они очень, как правило, тонко чувствующие, очень душевные. И еще такая деталь. Два года назад, тоже весной, по-моему, это был как раз апрель, мы делали специальную программу, посвященную Диане. Диане было тогда 15 лет, и тогда мама тоже обратилась в благотворительный фонд, чтобы собрать деньги на то же самое, на артозы. Нет, на реабилитацию тогда, не просили. Реабилитацию. На реабилитацию. Да, и артозы. И артозы были, да. И почему я говорю, что тогда еще у Дианы была коляска инвалидная, и вот она в основном передвигалась на коляске, потом были собраны деньги, была очень такая мощная реабилитация, были правильно сделаны вот эти вот в Германии компрессионные одежды и артозы, и сейчас девочка, как бы то ни было, она, ну, маленькие, большие расстояния, она преодолевает своими ножками. То есть вот это, конечно, огромное спасибо всем нашим читателям и радиослушателям, которые откликаются. Поэтому мы напоминаем, что телефон 9306384 – это 1 евро 42 цента на оплату вот этой специальной одежды. Такой, как жилетик, и на ножки, ну, такие, как сапожки, которые позволяют вот этим деткам с диагнозом ДЦП просто, ну, как, контролировать свои движения, держать равновесие, чувствовать свое тело, вот у них тогда, ну, не ходят вот так вот ручки, ножки. Это большое такое дело. И у них, и это действительно, там очень много разновидностей этих артозов, очень много видов, и надо подобрать то, что подходит именно этому ребенку. Вот для Дианы подобрано, и именно эта клиника вот делает то, что ей надо. Поэтому стоимость, конечно, не маленькая, 5500 евро, но это на долгий срок ей хватит, и без этого она не сможет передвигаться. И еще у нас с Олей остались, можно секрет раскрыть? Когда мы вот в прошлый раз с Дианой познакомились, это было перед Новым годом, и она своими руками сделала, у нее руки тоже не очень хорошо так слушались, у нас сделала такие елочные игрушки, две очень красивые, плетеные, подарила нам. Вязаные, у меня до сих пор хранится. Диана, ты нахлышишь, вот мы до сих пор вешиваем. Белая вязаная такая шапочка с белым симпатичным помпоном и с красивой веревочкой, она у меня висит на елке. И теперь на каждый Новый год она у нас на елочке, у меня тоже такая же висит. Вот мы заговорили о благотворительности. Ника, когда благотворительный фонд Тетерева делал огромный такой красивый праздник в честь пятилетия своего фонда, и именно вы открывали этот красивый концерт. И там были собраны все люди, которые по всей Латвии занимаются с различными благотворительными проектами, начиная с помощи приютам, заканчивая бесплатными кухнями, помощи старикам и так далее. Волонтеры там были. Вот вы вышли на сцену. О чем вы тогда подумали? Какие возникали мысли? У меня, знаете, когда выходишь на сцену, как правило, мысли о том, что ты делаешь. И вот когда мы отыграли свою программу, я помню, вот что у меня родилось. Потом мне нужно было наградить, поздравить одного из лауреата, который фонд Тетеревых... Знак почета. Да, знак почета вручали разным людям. И я помню, что я сидела... То есть после концерта уже мы сидим один час. Людей настолько много, которые занимаются благотворительностью, которых поздравляют и отмечают. А мы сидим один час. Люди все идут, 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 идут. Мы сидим второй час. Это же продолжалось, насколько вы помните, часов в пять или шесть. То есть настолько много людей поздравляли и благодарили за это, за сотрудничество именно в... В разных сферах. В разных сферах, да, благотворительности. Что это продолжалось пять часов. То есть насколько много людей этому способствовало, насколько много людей этим занимается. Ну да, это, конечно... И чем больше, конечно, тем лучше. Большое движение у нас в стране. Мы просто напоминаем сейчас, мы сотрудничаем сейчас с фондом Be Open благотворительным, который открыл счет специальный для девочки Дианы нашей, 17-летней. Я заключил официальный договор с клиникой в Германии, которая будет изготавливать вот эту компрессионную одежду и артозы. И ваши деньги, которые вы сможете пожертвовать, они поступают на этот счет. И с этого счета напрямую на оплату услуг вот этой клиники по изготовлению... И никаких процентов, никаких отчислений с этих денег не берется. Мы постоянно это подчеркиваем. Так что можете вот это все проверяется, это все открыто. Можете смело доверять. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на новости и продолжим разговор с актрисой и певицей Вероникой Плотниковой. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас актриса и певица Вероника Плотникова. А помогаем мы сегодня 17-летней Диане Крауковой, у которой диагноз ДЦП с рождения, и ей очень нужны специальные артозы, компрессионная одежда с пио, чтобы она могла ходить. Буквально вот для этого. Стоимость артозов и этой компрессионной одежды, 5500 евро, изготавливается в Германии по специальным меркам. Наш телефон 93006384 работает всю неделю для 17-летней Дианы. Стоимость звонка евро 42 цента. И сейчас очень хочется озвучить итоги прошлой программы. Неделю назад в «Зеленой лампе» мы помогали девочке из Бауски, 8-летней малышке Селине, тоже собрать денежки на артозы. Девочка за свою жизнь перенесла столько бед и горести, и болезней, что вот просто без слез нельзя было читать ее историю. И, вы знаете, спасибо всем огромное. Так приятно всегда говорить это спасибо. То есть сумму мы собрали нужную. Не только артозы будут усилины, не только она сможет ходить. Но и еще останется большая сумма на реабилитацию. Ну, как большая сумма, около 2000 еще на реабилитацию специальную. Спасибо всем от мамы, и мы вас тоже благодарим. Собрано 3891 евро. Было сделано более тысячи звонков. Подробности на сайте MixNewsLV в рубрике «Зеленая лампа» вы можете прочитать. Спасибо вам. И, может быть, еще такая полезная будет информация родителям других детей. Это тот случай, когда артозы будут изготовлены в Латвии. И доктор-эрготерапевт Филипп Бернацкий, который возглавляет Латвийское общество повреждений спинного мозга, работает с паралимпийцами в Вайворе. Вот это вот специальный артоз разработал, и будет его изготавливать СИА-ДДА-ортопедик. Для нас тоже было открытие, что у нас в Латвии есть мастера-энтузиасты, которые могут сделать по индивидуальному заказу хорошие артозы. Но стоят они тоже недешево, что государство компенсирует очень маленькую сумму. Но вот благодаря вам, вашим звонкам, все это происходит. И напоминаем, что наши гости сегодня актриса Вероника Плотникова. Говорим мы о доброте, об отзывчивости, о благотворительности. Вероника, вы героиня сюжетов и программ о помощи животных. Вы усыновляете брошенных животных из приюта. И даже в какой-то период вы были названы патронессой приюта для животных. Расскажите вот об этой части вашей жизни. Я вот не знаю, насколько сейчас есть такая передача «Тепу сердц». Раньше она была лет пять. Когда я участвовала лет десять тому назад, даже больше. И тогда каждый человек, артист или певец, он мог стать в каждой передаче патроном какого-либо животного, которого презентуют в этой передаче. Чтобы его усыновили. Да, чтобы его усыновили, рассказывают о нем, показывают его. И так получилось, что, будучи патронессой, я должна была тоже презентовать свое животное какое-то. Но получилось так, что я это животное нашла, оно меня выбрало, и мы решили жить вместе с этим. Счастливая судьба. Прямо в этом телевизионном проекте вы усыновили, да? Да-да-да, прямо, но не прямо в этот же день, потому что там надо было такие документы. То есть презентовала, потом заскучала, так вот даже и не дали. Ну вот, да, она меня сама выбрала, кошка, Муся. Сейчас кто-нибудь приходит в гости, говорит, боже мой, какая роскошная, какая красавица, какая. А тогда это было, конечно, это даже не котенок. Котята тоже они такие приятные в любой породы. А это был такой какой-то задрипанный подросток, худой, непонятный, который мы только-только-только с улицы подобрали, буквально только начали кормить. Заморыш, да? Да, заморыш, но при этом настолько она ласковая и настолько она вот сразу захотела. Она не хотела слезать с рук, она вот как лапами обхватила. Лапа на сердце попала. Вот так вот, и все, я не могла ее снять с себя. Вот, хотя она очень пушистая и, конечно, темную одежду я с тех пор не ношу, потому что это просто чревато. О странностях любви называйте. А вы знаете, пока был перерыв на рекламу, вот за эфиром мы разговаривали и выяснили, потому что у нас сегодня не только премьера в театре «Графа Монте-Кристо» информационный повод, еще один очень хороший личный и семейный праздничный повод. У Никиной мамы сегодня день рождения. И мы от имени нашего радиоболтком и от всей души поздравляем. От зеленой лампы поздравляем. И Ника, вам предоставляется слово для поздравления мамы, потому что в нашей программе у нас мама – это всегда главная героиня, главный человек. На всю страну и далеко за ее пределами. Главное, чтобы мама это услышала. Мамочка, я тебя поздравляю. Мамочка, скоро буду дома. Поздравлю тебя лично. Ты самый главный человек в моей жизни. И не только в моей, но и в папиной, и в брата, и в жизни своих внуков. Когда ты приезжаешь, всегда тепло, весело и хорошо. И дай Бог тебе здоровья. Я тебя люблю безмерно, безмерно, безмерно. А вот о внуках. У вас двое детей. Старший Андрей и недавно, можно так сказать, в семье случилось пополнение. И этому пополнению по имени Коля завтра у него День Ангела. У Николая, да? День Николая Чудотворца. Так что мы поздравляем вас также еще с Днем Ангела. Праздники пошли один за другим. Передам. Передайте обязательно. Николай, у вас есть коллекция ангелов, кстати. Почему именно ангелы? И как вот вы верите в какую-то там помощь ангелов, чудеса, присутствие? Я думаю, да. Я верю. Я думаю, что они, да, они существуют, они есть. Они смотрят за каждым шагом нашим. Иногда помогают. Иногда, когда успевают. Как рассказывала одна моя коллега, она очень смешно про ангелов рассказывала, она говорила, только вот он отвернулся, а я как раз в это время упаду или сломаю себе что-нибудь. И он только вот отвернулся, потом разворачивается обратно. Ой, елки-иголки, куда же я смотрела? Надо же было бы помогать. Вот. С чего это началось? Была такая КВНовская команда, да, уголь в плоске ангелы. И я играла в КВН активно. И вот с этих самых пор стала собирать ангелов, мне их стали дарить. Ну вот так. Где она размещается, эта коллекция? Она же не маленькая, наверное. Ну, я, вы знаете, я сейчас не разрастаю эту коллекцию, как бы это сказать. Я ее не увеличиваю, эту коллекцию сейчас, потому что, на самом деле, для этого нужно много места для этой коллекции. Ну, их много, да, их около 150, где-то вот так. А любимый есть какой? Есть. Такой ангел-бригадир. Прикадир? Женщина-бригадир. У нас самая старшая у них, самая ответственная такая. Присматриваю. Присматриваю, да. А сейчас вот любой, каждый радиослушатель, который нас сейчас слышит, который вот вдруг попал на кнопку нашего радио и слушает нашу программу, может тоже стать своего рода ангелом. Для 17-летней девушки, 10-классницы Дианы Крауклы. У девочки с детства диагноз ДЦП, ей очень трудно ходить. При этом она умничка, она очень хорошо учится в 10-м классе. И мы помогаем маме оплатить специальную компрессионную одежду и артозы для ступней ног. В фонде Be Open открыт специальный счет. И любой ваш звоночек 9-3-0-6-3-8-4. Это такое вот евро-42. Почувствуйте себя ангелом для конкретной девочки Дианы. Вот, значит, трогательный маленький момент добавлю. Сейчас вспомнила, что когда Диана помладше была, ей очень нравился фильм «Ко мне Мухтар». Есть такой сериал, да, где там следователи бегают за собакой, там такая следователь Василиса. Вот она все мечтала, когда вырастет, стать следователем и тоже бегать вместе с Мухтаром. Потом она поняла, что бегать она вряд ли сможет. Мечта эта немножечко так отошла в сторону. Вот, но Диана работает очень много, чтобы улучшить как-то свое состояние, чтобы ее другие мечты реализовались. Она смогла встать из инвалидной коляски и ходить своими ногами. И вот смотрите, какой момент. Мама ей предложила, очень хотела записать ее на теннис в колясках. У нас есть занятия такие вот, да, когда теннисисты в колясках играют в теннис. Очень здорово все это происходит. И Диана, вроде бы, ей хочется, интересно, но она не готова. Она просто психологически уже не может сесть в эту коляску, чтобы сыграть теннис. То есть она делает несколько шагов с помощью вот этих артозов и костюма. А эти артозы, они реально потрескались, а костюм... Девочка в 15 лет и в 17 лет все-таки, ну как, размер просто увеличится. Он на ней вот не сходится, он ее уже сжимает. И она оказалась практически в безвыходной ситуации. На осень они встали на очередь, их ждут в клинике Германии, потому что летом, ну какой-то перерыв, мама очень волнуется, что деньги нужно предоплатой отправлять, и летом это будет невозможно собрать. Ей 17, и надо успеть это дело сделать до 18, и поэтому очень просим вашей помощи. А вот мы говорим про мам. Обычно всегда в нашей программе главная героиня все равно мама, да, потому что именно мама, вот как ангел, главный ангел, она берет этого ребенка и несет это вот как, или как подарок, или как крест, кто как воспринимает. Ника, вы вот как-то сказали, что верите, что дети сами выбирают своих родителей. Вот когда вы над этим задумались? Почему? То есть дети нас выбирают. Ну, мне сейчас уже трудно прокомментировать, я не помню, наверняка я так думала, я не знаю, откуда я взяла то ли эту информацию, но где-то я прочитала, и мне эта идея как-то, я прям представила, как вот они смотрят сверху, или я не знаю, из какого-то другого мира, облака, облака, да, и думают, а вот сюда. Выберю-ка я ее. Да. А чтобы ей легко не было. Вот, ну, как-то да, как-то мне в какой-то момент так казалось. Вопрос, который очень... Не знаю, на самом деле, как это происходит, на самом деле не знаю. Кто кого воспитывает больше? Вот вопрос мы любим задавать. Вот у вас с вашими двумя мальчиками. Вы их или они вас? Вот тоже очень трудно ответить однозначно. Они такие разные? Они абсолютно разные. То есть мне иногда кажется, что Коля, он более взрослый, чем Андрей. Вот даже так. По каким-то, каким-то, по каким-то суждениям, поведению. Это полтора года, да? Два с половиной. А Коля два с половиной, а Андрей уже... Да, одиннадцать. Да, в руслый юношу. Но мне иногда кажется, вот Николай как-то посмотрит на Андрюшу, который там веселится, играется, и такое ощущение, что он намного старше, чем старший брат. Но при этом я очень, я счастлива, что у них хорошие отношения. Конечно, они еще слишком маленькие для того, чтобы иметь какие-то проблемы. Может быть, и в дальнейшем они начнутся, но сейчас у меня прям сердце сжимается от того, какие у них отношения, как они друг друга любят, как... Это все от мамы идет, на самом деле. Ну, я надеюсь, но... Ник, а как вы все успеваете? Двое детей, театр, музыка, все. Я не успеваю. Никако? Это миф, что можно все успеть. Нет. Двое маленьких детей, один совсем маленький, и вот в этом сезоне у вас такие главные роли в таких серьезных, больших спектаклях. Вот бывает так, что вот заболел ребенок, а через несколько дней премьера. Вот что делать актрисе? Вот для этого есть муж, для этого есть бабушка. Ну, вот так вот выходим из положения, да. А вот старшие какие-то спектакли ваши смотрел уже? Какие-то, да, но я пока не вижу в нем такой тяги к искусству. А вот в нашем театре, в нашем Рижском русском театре, 11-летний мальчик, вот какие он уже посмотрел спектакли? Ну, в принципе, он все смотрел, которые для детей сделаны специально в театре имени Михаила Чехова. Он все посмотрел детские спектакли. Особенно вот Бзик ему запомнился тем, что это очень интересно, про опыты химические, технические, электрические, химические. Это очень интересно в этом смысле. А маму он видел на сцене в каких-то спектаклях? Да, конечно. Взрослых? Да, да. Не удивился? Ну, может быть, не совсем взрослых. Нет, он наоборот. Я, помню, участвовала в конкурсе, в песенном, и я там рассказывала историю, что я начинаю репетировать в машине. Мы, допустим, едем вдвоем с Андрюшей, я начинаю петь, начинаю песню учить, и он мне все время говорит, мам, ну что ты так орешь, не надо так орать, мам. И я, естественно, не пою дома. Я вообще не пою дома, то есть так не мучаю никого своим вокалом. Ну, вот, а сейчас, ну, Кентервилл, вот он тоже, ему понравилось. И Моя прекрасная леди, он тоже смотрел репетиции. Ника, хотим напомнить... Вот этот хорошо, вот этот работает, вот этот вот. Комментирую. Будет не актером, будет театроведом. Будет писать театр на репетиции. Не знаю, да, наверное. Ника, напомнить, хотим, такой эпизод был в вашей творческой биографии. Вы участвовали на ЛНТ, на телевидении, в конкурсе «Пой со звездой». Это очень популярный такой конкурс был. И был дуэт с сыном композитора и Монта Калненша. И вы выиграли на тот момент, это был десятый год, 10 тысяч евро. То есть, скажите, вот... Помните такое? Да, помню. Да, да, это было прекрасно. Как так вот везет вдруг вот как-то? Какие-то лотереи, вот какие-то счастливые случаи? Нет, я, наверное, не верю вот в такие счастливые случаи. Чаще всего за этими случаями очень много работы. И это не лотерея была. Мы много работали, мы действительно много работали. Это победа была, просто победа. Да, и нам было интересно, это что-то было для нас новое. Но мы действительно очень много работали. А вот как вы тогда, молодая такая русская актриса, попали в популярный, в очень популярный такой латышский телепроект? А это был же на самом деле второй телепроект. Первый был на ЛНТ как раз, а вот этот вот с Мартом Кристианом Калненшем, это мы на 3+, на ТВ3 участвовали. А я даже и не знаю, как это было. Почему они вдруг вас выбрали и заметили? Не знаю, наверное, все-таки это опять-таки благодаря маэстро Раймонду Паулсу, благодаря мюзиклам, благодаря музыкальным спектаклям, благодаря этому. И скажите, вот... Ангел постарался, один из, да. Может быть, да. А помните, как вы тогда распорядились вот с вашим партнером музыкальным этим призом? Мы часть денег направили в детскую больницу, которая... Детский фонд? Ну, да, на Венеба с Гатвы, да. Потому что мы как раз, по-моему, летом перед конкурсом мы с Андрюшей лежали в этой больнице, и, конечно, мы были потрясены условиями, и просто тем, что мы увидели в палатах, мы, конечно, были вот в каком-то смысле потрясены, в шоке. Вот. И как раз шел ремонт, и тоже был такой фонд, который помогает именно больнице делать этот ремонт. Анника, вы верите, что отданное добро возвращается каким-то образом? Мысли, ну, деньги, чувства, дела, какие-то поступки возвращается? Помощь возвращается? Наверное. Я об этом никогда не думала. Мне кажется, вообще, как делая такие, об этом даже думать не стоит. Не всегда, наверное, возвращаются. Но это же не важно. Да, это не главное. Дело не в этом абсолютно. А почему вы это делаете? А мне кажется, тебе самому становится хорошо. Ты же это делаешь, ну, в какой-то степени это, ну, как бы, ты делаешь это для себя, потому что тебе от этого хорошо. Вот очень важные слова. Очень важные слова. И если вы сейчас, дорогие радиослушатели, позвоните по телефону. На самом деле, большое вам спасибо, потому что благодаря вам появляются люди, которые вот этим проектом делают себе хорошо. Вот мы им предоставим возможность. Вот возможность, да, повторяем номер телефона. Причем она просто. Позвоните, это недорого, это просто. 9-3-0-6-3-8-4. Спасибо огромное всем, кто сейчас сделает себе хорошо. Как выразилось, наша гостья. Одновременно поможет другому. Наша программа подходит к концу. Мы благодарим актрису и певицу Веронику Плотнику. Она с удивлением смотрит на часы сейчас, как уже, да. То есть мы могли бы еще долго говорить, и поэтому не прощаемся надолго. Надеемся, что Ника еще к нам придет. Еще какие-нибудь премьеры состоятся, да. Желаем успеха с новыми ролями в новых спектаклях. Вот чтобы все просто было, купались в аплодисментах, в овациях и в цветах. То, что мы знаем, что это так, что это все прекрасно, то, что вы делаете. Ника. Спасибо. Мы напоминаем, что мы помогали сегодня 17-летней Диане, Дианочке, чтобы у нее появились артозы, компрессионная одежда. Специально, чтобы она могла ходить. Телефон мы уже просто всех замучили, напоминая. 9-3-0-6-3-8-4. Повторение, мать учения. Да, ну просто вот люди просят иногда почаще говорить, потому что не все слушают от и до программу, а телефон должен быть на слуху. И в фонде, в благотворительном фонде Be Open открыт специальный счет в помощи Диане, Диане Краукла. Этот счет можно на наших страничках прочитать, на Фейсбуке и в рубрике «Зеленая лампа» на сайте Mixed News LV. Сейчас мы Нику попросим сказать что-то такое очень важное, весеннее, летнее, чтобы с хорошим настроением мы... Пожеланиями. Да, пожеланиями мы завершили нашу программу. Будьте добрыми. Это, мне кажется, самое главное. Спасибо. Огромное спасибо вам. Удачи и до встречи через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...